Эдуард рос в атмосфере любви и тепла, но когда ему исполнилось 5 лет, мама поняла, что-то с ребенком не так. Как считают сами родные, на мальчике отразились события грузино-абхазского конфликта. Семья переправилась в Сочи, потом в Москву. Долгие годы лечения – новая беда. В возрасте 8 лет врезался в витражное остекление на велосипеде и получил серьезную травму головы. Но все неприятности со здоровьем Эдуард не отображает на своих полотнах. Его картины теплые, радостные, где-то даже детские или наивные, но душевные. И все, кто пришел на открытие выставки, благодарили парня за то, что старается быть в строю и стремится стать настоящим художником, конечно, при огромной поддержке родителей и сестры. Все свои эмоции в этих красках выплескивает. И годами, когда получаем отзывы о том, что его картины очень на самом деле теплые, краски все эти теплые, энергетику какие-то особые несут, начали по чуть-чуть задумываться, может быть, действительно людям это нравится и стоит это показать. Эдуард Кундакчан проявил себя и в керамике. Его работы уже выставлялись на различных площадках города. Эта выставка не первая. И сочинцы поддерживают талант, покупают его картины. А сегодня сочинская общественная организация «Союз Армян России» проявила внимание, были вручены почетная грамота и подарки. От женской организации «Автомат». Я вижу, что мы желаем, что в дальнейшем, как специальные твои картины, что вес мы рассматриваем. Удачи! Выставка работы Эдуарда Кундакчана находится в Музее искусств на четвертом этаже центрального универмага и будет работать три дня – с 1 по 3 апреля. Елена Всецина, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Редактор субтитров А.Семкин